Яркий музыкальный талант, прирожденное чувство юмора и уникальный артистизм. Он мог бы стать мировой известностью, но на протяжении 22 лет возглавлял телевизионную редакцию. 31 октября Андрею Александровичу Дьяконову 65 лет. Этот человек стоял у истоков Тольяттинского телевидения. Именно он создал неповторимую творческую атмосферу в коллективе. В одном из интервью вы сказали, обращаясь к москвичам, что за Садовым кольцом жизнь совсем другая и вы ее не знаете. И что Россия жива и она в общем-то... Вот после того, как вы к нам приехали в родной город наш Тольятти, бывший Ставрополь на Волге, как вы не изменили своего мнения? Да нет, ну что... Я ведь настолько много езжу, что... Все другое, понимаете, журналисты другие, вопросы другие. Причем дело не в том, что они могут быть и одинаковые, энергетика другая вопроса. Когда у меня в Москве или в Санкт-Петербурге спрашивают, задают вопрос, я ведь вижу того, кто задает вопрос. Ему ведь не ответ мой важен, ему важно профигурировать вопросом. Когда я нахожусь на пресс-конференции здесь, скажем, или в Саратове, есть вопросы и острые, и провокационные, но, как вам сказать, другая энергетика. Человек задает вопрос, чтобы услышать ответ. Благодаря поддержке Андрея Александровича появились проекты, которые долгие годы пользовались у тольяттинцев огромной популярностью. Он также стал первым в городе спортивным комментатором. Три-три. Да, ребята, сумели, молодцы, сумели хотя бы сравнять счет. Кроме того, Андрей Дьяконов сам с большим удовольствием принимал участие в самых разных телевизионных программах. Папа, папа, а давай сегодня в сыр сходим? Ну, неохота, знаешь, некогда, сынок. Потом сходим как-нибудь, будет время. Там говорят мальчишки, что тетя на тиграх скачет. На тиграх? Прямо так и скачет. Ну, ладно, давай, сходим. Давно я тигров не видел. Сейчас Андрей Александрович на заслуженном отдыхе, но по-прежнему любит книги, душевное общение и рыбалку. Я тогда с двух лунок поймал 26 на лиму. Ну, вес где-то, наверное, килограмм третий. Еще штук двадцать у меня ушло. Дорогой Андрей Александрович, вы, безусловно, талантливый человек, творческая, многогранная личность. Годы вашей работы в телекомпании были обозначены просто небывалым творческим подъемом. Мы работали над интереснейшими проектами, завоевывали доверие телезрителей. И сегодня продолжаем начатое вами дело, за что вас благодарим, всегда помним, ценим и уважаем. И сегодня от лица всего коллектива телекомпании «Ладо Медиа» я передаю вам самые теплые поздравления с вашим замечательным юбилеем, который вы отмечаете 31 октября. Здоровья вам, много здоровья, счастья, отличного улова, поскольку вы не только талантливый редактор, журналист, артист, певец, но еще и почти профессиональный рыбак. Пусть в вашей жизни будет все только со знаком «плюс» с юбилеем!